Ставровск 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 И, конечно, сегодня это величайшая святыня нашего Града, нашего края, всего Кавказа. Крест, освященный в Святом Граде, Иерусалиме. И каждый год мы дважды совершаем крестные ходы с крестом. Именно накануне праздника воздвижения Креста Господня, 26 сентября, мы совершаем крестный ход из Казанского кафедрального собора с крестом. По центру города до храма в честь воздвижения Чеснага и Житрящего Креста Господня на улице Голенева. И там крест находится полгода. А затем Великим постом накануне недели Крестопоклонной, в субботу, мы совершаем также крестный ход из храма воздвижения Креста Господня в Казанский кафедральный собор, где он также находится до следующего воздвижения, где-то примерно полгода. Вот такое действие два раза в год, связанное с нашим Святым Крестом, с нашей великой святыней, освященной в Святом Граде, Иерусалиме. Об этом должны знать наши горожане. Я призываю всех участвовать в наших крестных ходах. Вы представляете, с какой святыней мы проходим несколько километров по центру города, освящая все вокруг, неся эту святыню и прикладываясь к ней, и затем совершая торжественные богослужения. Это очень важно для нашего города, для того, чтобы он был сохранен от бед, проблем, напастей, болезней, и чтобы он был духовным, был красивым, и чтобы в нем было много деток счастливых и радостных. Крест Христов имеет особую историю. Особое предание есть и о том, из какого древа был крест изготовлен. Но это особая история. И сам крест, мы знаем, изготовленный для распятия на нем самого Господа, Спасителя нашего Иисуса Христа. Господь нес его, затем упал под крестом. Он был очень тяжелый, потому что несколько дней до этого избивали Христа, держали в душной, жаркой, жуткой темнице. И, конечно, он был совершенно уже обессиленный и от ударов воинов, и от отсутствия еды и воды. И тогда Симон Киренейский, это описывается в Евангелии, подхватил крест, нанес его до Голгофа. Голгофа – это было то место, на котором совершались казни. И в данном случае распинали на крестах, как правило, рабов. И лобное место, это вот Голгоф, оно находилось за стенами города всегда. Ну, понятно, что внутри города это было бы неправильным. И сегодня сохранились судные врата. Это как раз та часть старой стены города, за которыми уже находилась Голгофа, и за которыми сегодня после раскопок видно, что буквально рядом с раскопанными судными вратами частью этой стены древней города и ворот находится храм воскресения Христова, который покрывает и Голгофу, где был распят Господь, и гроб Христа, куда он был положен после смерти. Что интересно, почему они называются судными вратами? А потому что, когда подводили преступника, то здесь уже перед выходом из города последний раз спрашивали, а готов ли кто-то еще заступиться и какие-то новые, неожиданные, рассказать факты, по которым можно было бы провести новое расследование и, возможно, освободить этого человека, которого определили на казнь, на смертную казнь. И когда спросили здесь людей, которые сопровождали Христа, эту огромную толпу, ревущую, распни его, смерть ему, спросили кто-то, готов заступиться за этого человека, и не было ни одного возласа, никто не сказал ни одного слова, даже близкие Христу люди, испугавшиеся, напуганные в страхе, чтобы их не арестовали и не казнили. И дальнейшая история Христа уже связана с Константином Великим. Конечно, этот великий император, святой, дарвавший христианству свободу, более того, статус государственной религии, он сделал невероятно много для христиан и для, в том числе, обнаружения Христа. Он попросил своей матерью на апостольную Елену поехать в Иерусалим, найти место распятия Господа, погребения, и она все это нашла. Проводились огромные раскопки, потому что я уже говорил, что был весьма разрушен Иерусалим римлянами после иудейских восстаний. Конечно, это была огромная радость обретения Креста Господня. Тогдашний патриарх Иерусалимский стал поднимать с духовенством этот крест высоко-высоко, чтобы все люди, которые находились вокруг, смогли увидеть его. И люди восклицали радостно, «Кири и Лейсон, Господи помилуй!» И вот это вот как раз и называется сам этот момент воздвижение. То есть воздвигали высоко, чтобы люди увидели этот крест и осеняли этим крестом все стороны света. И сегодня вот этот праздник мы как раз и празднуем. Далее история креста такова. Он находился в Иерусалиме до начала VII века, когда Хазрой II, персидский шах, начал свою войну с Византией. И в 615 году он захватил Иерусалим после долгой осады и захватил крест Христов. И в 14 лет крест находился в пленении у персов. И затем уже другой император, Иераклий, введя войну с персами, смог освободить Святой Крест и вернуть его в Иерусалим. Затем крест был также захвачен и турками, у которых он находился 30 лет. В начале нового тысячелетия начались крестовые походы по освобождению Иерусалима, Креста Господня и всех святынь Палестины, связанные с Господом. И тогда был освобожден Иерусалим, здесь было создано королевство, и также возвращен крест Господень. Я от души поздравляю всех, дорогие Старопольчане, с нашим главным праздником, праздником Града Креста, воздвижением Чеснага и Животворящего Креста Господня. И надеюсь, что почитание креста в нашем городе все больше и больше будет шириться. И, конечно же, это важно для осенения благодатью Креста Господня каждого из нас, всех наших семей и наших деток. Воздвижение Чеснова и Животворящего Креста по сути главный праздник нашего города, Града Креста. Один из старейших храмов Краевой столицы, Крестовоздвиженский, отметил престольный день. Основание Крестовоздвиженской церкви связано с размещением на улице Голенева, а в те годы Кузнечной – архиерейского подворья. Для него в 1842 году купец Игнат Волобоев пожертвовал свой дом. Владыка Иеремия осветил там храм в честь воздвижения Креста Господня. С историей церкви связана жизнь многих церковных и общественных деятелей Северного Кавказа и России, в том числе и святителя Игнатия Брянченинова. Здесь с 1857 года по 1861 год жил, трудился, молился епископ Игнатий Брянченинов, кавказский епископ и черноморский. Епископом он был только здесь, на Северном Кавказе, в городе Ставрополь. В середине 20-х годов церковь закрыли, и службы в ней возобновили лишь в годы войны. Более того, храм стал кафедральным собором Ставропольской и Бакинской епархии. Здесь возродили Ставропольскую духовную семинарию. За 14 лет она выпустила более сотни образованных священнослужителей, из них трое стали архипастырями Русской Православной Церкви. Храм был невысокий, как мы видим, где-то 4,5 метра, 5, если крышу не считать. Сейчас храм 42 метра высотой. Судьба Николая Чемоданова крепко связана с жизнью храма. В 1962 году его здесь крестили, а спустя год храм закрыли почти на 30 лет. Церковь дважды была разорена, в 20-х и 60-х годах. Возрождение святыни началось с 1990 года. За это время храм был практически уничтожен, поэтому его пришлось не просто восстанавливать, а скорее строить заново. Здесь появился новый алтарь, крыша, купол. Ну, сейчас вы видите храм исторический, памятник, он выявлен. По периметру он такой же, то, что мы смогли, мы немножко так вот поставили на свои места. У нас есть редкий такой иконостас резной, 17 метров шириной, 8 метров высотой. Такие же иконы у нас практически выражают ансамбль храма. Вот. Это самый большой храм в городе Ставровлю по кубатуре и квадратуре получился. Храм старинный, почитаемый, намоленный. Поклониться кресту в престольный день в крестовоздвиженскую церковь приходит множество людей из разных храмов города. Ведь по сложившейся традиции в канун праздника, освященный в Иерусалиме, крест переносят из Казанского кафедрального собора в крестовоздвиженский. Святыня пробудет здесь до крестопоконной недели Великого Поста. Уже по традиции в день воздвижения честного и животворящего креста Господня митрополит Ставропольский Невиномойский Кирилл совершает божественную литургию в крестовоздвиженском храме Ставрополя. В этот раз за богослужением в престольный день ему сослужили настоятель храма протеерей Николай Чумоданов с клиром, секретарь Ставропольской епархии протеерей Александр Гамзяк и духовенство храма в Краевом Центре. И по окончании литургии настоятель храма отец Николай поблагодарил архипастыря за совместную молитву. В свою очередь, владыка Кирилл обратился к верующим с проповедью и поздравил всех с праздником воздвижения креста Господня. И сегодня пусть крест Христов охраняет наш храм от болезней, от каких-то природных пентаклизмов, от зла, от бесовских повождений, от грехов. С праздником раздвижения, честного и животаящего Христа Господня. С праздником «Паздника» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует...